Доброе время суток, друзья! Очень интересных, прям чересчур боев не намечается, но один я выискал, это Эрис Ланди Лара и Брайан Кастанья. Интереснейший все равно бой будет, я думаю, за WBA в первом среднем весе. Сопоставим этих бойцов, друзья, и сделаем вывод. Вот букмекеры у нас на стороне Эрис Ланди Лара, думают, что этот бой выиграет он. Но я с ними, ребята, посмотрел я Кастанью, тоже раньше не следил за ним, но вот этот бой как бы показал нам этого бойца. И увидел то, что боец интересный и создал конкуренцию любому топу. Только меня мучает один вопрос, почему этого бойца мы раньше не слышали. Почему его раньше не афишировали. В принципе-то боец хороший. Ну, наверное, может что-то на раскрутку денег не хватало. Не знаю, по какой причине, друзья. Но они, видите, появляются эти бойцы как бы... Раз вот он и появился. 15 боев, 11 нокаутов. Увидели, посмотрели технику, сопоставили. Техника хорошая. Попозже мы ее опишем. Сначала давайте быстренько про Ресландию Лару закончим. Лара это хороший боец на дистанционной. Любит работать на дистанции. Больше как любительская манера ведения боя. Хорошее движение на ногах. Но много стоит, много выжидает. Если боец не будет проявлять агрессию. Вот сейчас особенно, в последнее время. Ну, по молодости мы не будем сейчас его вспоминать, друзья. Там, как он был, кем он был. Но именно сейчас. Он может показывать сейчас грустные, ой, грустные, скучные бои. Его может освистывать весь зал. Хорошая техника у него остается, безусловно. Мышление тоже остается на его стороне. Именно боксерское мышление. Умный боец. Но функционалка, друзья, 35 лет. Она, конечно, уже подсела. Он и раньше ей не блистал функционалкой. Просто техника хорошая, дистанционная. Как и у многих бойцов того времени. Но сейчас другие бойцы приходят к власти. Занимают нишу. Это функциональные бойцы. Бойцы с ближней дистанции и так далее. Но, правда, они еще не опытные, ребята. И чтобы этим бойцам залезть на вершину, им нужно пройти вот этих. Эрисланде, Ларх. Надо пройти таких вот бойцов. Ну, такого качества боя. То есть бойцов дренобойных. Потому что раньше все обычно с дистанцией работали. Вот именно таких бойцов. И суметь подстроиться под них. Передумать как-то. Хотя бы перебить. Как это вот Вася, допустим, делает сейчас Ломаченко. Если что-то не получается передумать как-то. Приходится просто перебить. Как мы видели с тем же и с Пидрасой, и с Ленаросом. Когда кость в кость уже стоит и перебивает за счет функционалки. Вот Кастань именно такой, друзья, боец. Антропометрия на стороне Эрисланде Лара. Он повыше Кастань. Выброс рук побольше. Ну, повыше немного. На 4 где-то сантиметра. Где-то вот так, наверное. Незначительно, как бы. А размах рук намного больше. 191 на 170. Считайте на 20 сантиметров. Правильно получается, как бы. Так, и что? Напугает ли это Кастанью или нет? Так, о Кастанью. Кастанья, друзья мои, боец в самом пике в своем. Так, образно скажем. Потому что 20 лет, 29 лет. Боев еще было мало. Но бойцы были такие нормальные, в принципе, бойцы. Он обладает жестким ударом. У него хорошая боксерская, боксерская выносит, возносливость или функционалка. Этот боец может в конце, там, в 11 раунде, может в 12 раунде наносить тоже, как и по 40, и по 50 ударов. Делать затяжные серии, вот эти серии, комбинации, вот эти постоянные набросы. Бьет, бьет. Очень физически такой выносливый, физически-боксерский выносливый. Не просто физически, потому что физически могут подумать, там, ну, можно там бегать, 50 километров бежать, а в ринге проработать минуту и сдохнуть. Видите, в чем дело. А вот именно боксерская физуха на высоком уровне. У него хороший блок. Умеет, умеет, любит и работает на ближней дистанции, друзья. Здесь подход сопернику через блок. Не просто, как некоторые боксеры, кидываются, рискуя пропустить удар, а это именно через блок. Боец в блок выматывается, он потом раз, с этим блоком быстренько подходит и дальше начинает на ближней дистанции размолачивать тоже через блок, не опуская руки практически. Ну, бывает, заигрывается, но когда уже видит то, что боец не отвечает. За счет вот высокого темпа его оппоненты выматываются, становятся как бы немощными и сила удара у них падает, потому что были моменты, когда он и нокаутер выиграл. Ну, я имею в виду по статистику, там, 18 боев, там, 16 нокаутов. Вот один из последних боев Мишель Сорро, французский боец, он даже выше Ирисландея Лары, так думаю, размах рук у него больше, француз, и он умудрился на его земле выиграть решение. То есть уже, это же трудно сделать, согласитесь со мной, но у судей не было повода, чтобы как-то чаша весов немножко перевесила на этого, на Сорро, на француза. Хотя боец и высокие, длинные руки, но Кастанью легко приспособился, потому что эта техника сближения через блок, она, в принципе, не подразделяет боксеров на высоких, там, невысоких, потому что ближняя дистанция, она для всех одинаковая. Да, если, допустим, у тебя короче руки, ты меньше ростом, то, допустим, на дальней дистанции, да, у тебя уже минус к тебе уже прилипает, правильно? То есть вот переиграть, там, как-то передумать, уже начинаешь стоять, даешь время сопернику подумать, можешь нарваться на удар. А когда у тебя цель зайти на ближнюю дистанцию, тебе только остается зайти на нее. И все, а на ближней дистанции тебе будет легче работать, так как боец длиннее тебя, выше тебя, как бы, и он все равно будет на дистанции пытаться выбраться. Но Кастанью не отпускает их обычно, обычно он рядом находится, и если чуть отпустит, снова через блок подходит и разбивает соперника. Если соперник позволяет, он может нокаутировать, ну, позволяет как? Если, допустим, за блоком не прячется, если соперник как-то закрывается через руки, трудно через руки нокаутировать, то он за счет количества ударов разбивает и разбивает, и соперник все равно падает. Как вот, допустим, ну, опять я Васю Ломаченко, потому что у них функционалка как-то сопоставима примерно, допустим, вот с тем же, с пидрасой, бил, 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 он тогда по статистике сорок шуль ударов выбросил. И, как бы, вот помните, пидраса не от силы удара, а от тоннажа, нанесенных ударов раз, и приземлился на колено. Так же и это то же самое. Может с одного удара сбить, если голова открыта, может уложиться. Ну, думающий, видите, боятся. А если блок, блок стоит, то он начинает разбивать, 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 не дает руки убрать, чтобы нанести ответ. И нахрен добивает его. Вот такие дела. Поэтому, ну, бой, конечно, ребята, должен быть интересный, потому что у Эрисланда Лара это последняя, как бы, надежда, чтобы воспрять, и чтобы еще что-то показать, какие-то, какие-то результаты, там, опять за пояс. Ну, вот и сейчас будет, в принципе, WBA в первом полусреднем, но еще что-то там, какой-то пояс забрать. Этот отстоять у него, потому что больше нет вариантов. Но проблема, видите, в чем еще у Эрисланда Лара. У него функционалка хреноватая, вот даже с Джаредом, Джаред Хёрдом, помните бой, который за счет функционалки перебил, переиграл, и Лару, и ронял его тоже, Лару, именно за счет функционалки. А Джаред Хёрд, ребята, это тупой боксер, все прекрасно знаем, не обладающий никакой техникой. А он из, знаете, из какой серии? Из серии вот Джарела Миллера. Ой, Джарела Миллера. Миллера, короче. Да, Джарел Миллер. Джарел, что ли, да, Джарел. Короче, вот он из его таких вот боксеров, которые двигаются вперед и, в принципе, побеждают, и уже все на вершине, вот Джарел Миллер, вот этот потом Джаред Хёрд, уже, видите, тоже на вершине, правильно, посмотрите. Вообще никакой техники. Подходит что-то, там, как через пустые пролази, и вблизи бьет, бьет, бьет. А боец на дальней дистанции он не любит, обычно, не любит ближнюю, так как они с любительской манерой идут. А перестраивается уже, видите, 35 лет, какой смысл, согласитесь. Он уже работает на том, что умеет. И перестраиваться очень трудно, так как ближняя дистанция занимает больше энергии, и боксер должен быть умнее, чем на дальней дистанции. Потому что на ближней дистанции, на средней, попробуйте ударьте, и чтобы по вам не попали на такой короткой дистанции. Должен предугадывать действия соперника. Вот в чем дело, друзья. Ну, поэтому мой вывод какой? То, что Кастанин должен выиграть этот бой, друзья. Ну, как там, что будет, ребята, посмотрим. Ну, а вы как считаете, ребята? В комментариях, если желание есть, напишите. Все, всем пока. Подписываемся на Боевую провинцию. Удачи, ребята.